Huawei нова, по-моему. И столько сейчас, что приходится в Google залазить, посмотреть, что за модель. Сейчас поменяем дисплейный модуль. Постараемся поменять. Заключаем. Семь слонг. Семь слонг. Семь слонг. Семь слонг. Аккуратно там находится кабель. Семь слонг. Семь слонг. Так, смотрим, что там делать. Разъем дисплейного модуля. Проверим сразу. Семь слонг. Семь слонг. Семь слонг. Семь слонг. Включаем. Семь слонг. Семь слонг. Семь слонг. Семь слонг. 25 евро стоит дисплейный модуль. Кому интересно. на данную модель за работу там кто сколько берет от 5 евро и выше хорошего качества дисплей вообще на Huawei дисплее неплохого качества практически не возникает не возникает проблем с ними что не скажешь в бренде BQ отключаем так быстро проходит проверка можно вставить снимаем нижнюю часть включаем сразу сепаратор чтобы он нагрелся дабы не терять время вообще сейчас очень редко меняю дисплейные модули больше занимаюсь ремонтом системных плат давно меня не было так вот это даже не надо снимать мне кажется можно было наверное динамик не снимать короче давайте посмотрим вот он видите как расположено управление дисплейного модуля внизу сейчас модуль снимем нагреем но я думаю сюда все влезет если я не ошибаюсь сейчас посмотрим ставлю на сепаратор модулем вниз сто градусов пару минут и все готово так нагрели дисплей сто градусов уменьшу звук на новостях как я и говорил от отверстия вполне достаточно чтобы вытащить управление дисплейного модуля давайте посмотрим что у нас там проклеена не проклеена вот эту наклеечку только сюда перенесел одну так здесь нам больше ничего и надо это у нас каптоновый скотч на разъеме подсветки проклеим вот это вот можем перенести кричит Спасибо. Передний динамик. Так, ну эту беду вставим вот сюда, так будет удобнее для сборки. Всё, больше тут снимать нечего. Так, клеить будем на как клеили, так и клеим на B7000 ничего не изменилось. Да, чуть-чуть я накосячил, не туда наклеил прокладки с камеры. Надо было вот сюда вот. Исправляю ошибку. Теперь нормально. Так, смотрим ещё у нас. Всегда желательно проверять, чтобы корпус был ровно, не гнутый. Иначе будут проблемы при посадке дисплея на любой модели. Тут всё нормально. Ну, здесь, я думаю, удобнее будет нанести клей на дисплейный модуль. Особенно на боковые рамки. Активный модуль. Сейчас, я… я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Активный конъенциал, я иду. Я в шагу – я иду. Я иду. используют при этом галлистические директории на скоростях превышающих скорость звука более чем 20 раз а ландарт уже выявлено серийно в районе Бонпаровского седения ракетологического седения выполняется мероприятие оборудования для эксплуатации архитекта установится проверка его привык действительной характеристики обеспечит советникам принятие комплексом наружения мы уже отсказываем на завершающий этап закрываем достаточно быстро я сначала пластик как удобнее просматривать зазворы потом обратно его налепим все нормально как и было так теперь собираем забыл отключить батарейку никогда так не делайте надо было отключить батарейку нам я этого не сделал прошу прощения при замене дисклейного модуля всегда отключайте батарейку бывает у меня телефон мы отключили после этого надо было обязательно отключить батарею от системной платы тем более она заряженная если что-то коротнет будут проблемы так стоп заглушка идет сверху да наверное даже не стоило снимать динаек я честно говоря сейчас точно не скажу но мне кажется в эту щель бы спокойно это кабель пролез бы может быть и нет вторую заводку ставим так это винтик который можно было и не снимать так если вы думаете что дисплей посажен то вы ошибаетесь он еще не посажен мы всего лишь его прилепили на свежий клей b7000 сейчас мы включим телефон еще раз его проверим в первом 10 минут он прошел клиент за телефон видите да ничего не вылезло нигде получилось очень даже ничего и где но все работает и с и и и и все работает и теперь отключаем телефон ну я по крайней мере так делаю после этого я ставлю его на сепаратор сепаратор я еще не отключал на нем горит у меня сейчас 100 градусов застегиваем отпечаток газ м а с и и и и и и и Схватился клей между дисплейным модулем и каркасом быстро потому что он не работает вентилятор здесь клей как бы высыхает быстрее когда мы его наносим но все-таки лучше сейчас положить на сепаратор то есть у нас сейчас клей опять станет жидким снимаем сепаратора и ставим на зажимы буквально минут на 10 попробую показать вот мой сепар 100 градусов греется телефон сильно перегревать не надо и все ставим на 6 зажимов я обычно ставлю 10 минут телефон остывает и все проверяем еще раз зазоры чтобы ничего не вылазило не торчало чтобы клиент остался довольным чтобы не вылазил клей или самое неприятное это когда что-то попадает между дисплейным модулем и корпусом все оставляем в таком виде здесь 15 минут под кондиционером и вентилятором телефон остывает и все отлично всем спасибо за внимание друзья ядов давно меня не было по этому клагуна если не больше взял свою мастерскую ну и наверное сейчас начну выкладывать снимать в мере возможности спасибо всем кто подписывается поддерживает на связи всем мира